Приветствую православные, и вот 4 августа, пятница, мы с вами продолжаем читать Евангелие на площадке русской иконописной школы, ибо лето потихоньку проходит, надо готовиться к серьезному, и мы с вами не оставляем благодатного. Сегодня чтение сложное, это Матфей, 83-е зачало, 2-е, 21-я глава, с 12-го по 14-е стихи, и стихи с 17-го по 20-е. Так, еще раз, да, 4-го пятница, 83-е зачало. Итак, и вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы именовщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И оставив их, вышел он из города в Вифанию и провел там ночь, поутру же возвращаясь в город, взалкал, и увидел по дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плодов вовек, и смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Ну, то есть, здесь я обращу ваше внимание, во-первых, на то, что религия не должна быть бизнесом, потому что, помните, в случае с Гадаринской страной, где утонуло стадо свиное, и вот эта неполученная выручка, она заслонила от жителей той страны тот факт, что Господь пришел. И Господь не стал метать бисер перед свиньями, и в прямом и переносном смысле, и удалился от пределов всех. И вот тут тоже важный момент, да, с одной стороны, невозможно не заботиться о каких-то фундаментальных вещах, но, с другой стороны, служение мамонии начинается с того простого вопроса, а что мы завтра будем есть, а уверены ли мы, что у нас к зиме все готово, или к лету, или там к отпуску, и так далее. И вот это всегда вот такой баланс. Ну, и следующий интересный момент – это про смоковницу. Увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, и говорит ей, да не будешь же принять от тебя плода вовек. И это тоже такой интересный момент, потому что, ну, не сезон был. Вообще-то, Пасха у нас когда? Пасха у нас по весне. Кто же по весне ищет плодов? Плоды, они появляются к лету, а то и к осени. И вот тут, конечно, стало жалко смоковницу, но она же не виновата, что у нее даже еще цветов-то не случилось, не то, что плодов. И это отцами толкуется следующим образом, что это относится не к смоковнице, а к нам всем. То есть у нас у всех же екнуло, за что же смоковницу-то было так иссушивать. Смоковница не может плана носить иначе, как к осенью. Так в том и нюанс, что смоковница не может, а мы можем. Вот сколько раз случалось, что вот с понедельника начну заниматься, там, с следующего месяца начну ходить в спортзал, ну, чтобы не платить за полмесяца, как за месяц за абонемент. Или там летом начну, или там зимой обязательно, вот с Нового года, обязательно вот буду следовать здоровому питанию. И вот у смоковницы плодоношение зависит от периода, времена года, да, а вот у людей от волевого усилия. И поэтому вот смоковницу нам жалко, потому что несправедливо, и поэтому как раз-таки будут тем более вдвойне неправы те, которые скажут, господи, да, вот, ну, что же ты как, вот, господи, ты не поверишь, с понедельника я собирался бросить пить. Ну вот с понедельника. Вот знал бы, что будет раньше, то раньше бы, конечно, бросил. Вот это и будет свидетельствовать против нас, что вот деревья и растения не могут плодоносить иначе, как по календарю, а мы с вами можем. У нас это зависит от волевого усилия. Раз, и перестать ругаться матом. Раз, и начать бегать по утрам. Раз, и начать посещать храм Божий. Это, собственно, и пусть будет темой для размышлений на грядущий день. Берегите себя и возвращайтесь завтра православным.